Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, апдейт по Бавовне в Крыму, а именно на аэродроме в Новофедоровке. Как я всегда говорю, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот пару дней назад там была блестящая атака наших дронов. Единственное, что никто на тот момент не мог сказать, поразили что-то, не поразили. То есть, понятное дело, что все видели зарево, все видели, что там что-то бабахнуло и был пожар. Местные сняли это все дело, мы вывешивали это на телеграм-канале. Если я сейчас найду ссылочку, в принципе, внизу в описании к данному ролику. Но вот подоспели, то есть огонь был большой, да, но это, как говорится, мог гореть склад ГСМ, да, мог гореть самолет. Ценность этих вещей как бы немножечко различна. Иди знать. То, что горело, то однозначно. Значит, смотрите. Теперь подоспели уже спутниковые снимки, их проанализировали и сделали следующий вывод. Полностью сгорел один истребитель-бомбардировщик Су-30СМ. Полностью, вдребезги. Это первый. И еще один такой же самолет, возможно, был поврежден. Потому что там, получается, один, он читается, то есть видно, что останки самолета лежат на взлетке. И, собственно говоря, там прямое попадание. Он сгорел, там осталось кусочек носа, кусочек крыльев, кусочек хвоста и так далее. А вот по второму самолету, получается, что там, где он стоит, вроде стоит нормально, а рядом сгоревшее место, где ничего нет. То есть видно, что дрон брякнулся туда, и на некотором расстоянии от этого самолета что-то сгорело. И вот вопрос при этом, мог ли он быть там поврежден? Ты, конечно, мог. И скорее всего был поврежден. Но, как говорится, не уверен, не обгоняй. Поэтому мы говорим, что один самолет сгорел, а второй с определенной долей вероятности был довольно сильно поврежден. Степень повреждений выясняется. Как только будет общее понятие о том, что произошло со вторым самолетом, ну да и с первым, может быть, там есть какие-то нюансы, мы вам обязательно доложим. В любом случае, вот эти вот все россказни рашистов о том, что они в Новофедоровке в очередной раз все сбили, сбили теми самыми целями, по которым дроны, собственно говоря, и летели. Субтитры создавал DimaTorzok